Приветствую вас и, наверное, вы сами догадываетесь, что ваш вопрос выглядит несколько странно, потому что вы пишете, с одной стороны, вы со своим молодым человеком расстались, а с другой стороны, он почему-то сидит в своей комнате, и не очень понятно, где его комната и где ваша комната, и, собственно, как проявляет себя расставание, да, вот, это, пожалуй, ключевой момент, как проявляет себя расставание. Понятно, конкретно, вот, а, знаете, какая история, какой момент, то есть, непонятно, непонятно, если вы расстались, но продолжаете жить вместе, то кто-то из вас должен уйти, и, если вы расстались, он сидит в комнате своей квартиры, вы сидите у себя, то непонятно, откуда вы знаете, что он сидит постоянно в своей комнате. И, если вы расстались, то, правильно вам сказала моя коллега, какая разница, с кем он сидит, почему вас это волнует, вы надеетесь его вернуть, если вы надеетесь его вернуть, то тогда нужно что-то предпринимать, нужно с ним разговаривать, решать проблемы, аспекты, за которыми вы расстались, с этим можно помочь, в этом может помочь психолог вам. Разобраться в тех проблемах, из которых вы расстались, и подобрать такую модель поведения, чтобы максимально повысить ваши шансы вернуть себе молодого человека. По поводу того, что они там делают, опять же, не кажется ли вам, что вы переходите некую границу личных границ, то есть вы переходите личные границы своего молодого человека, по сути. Потому-то вы расстались, и он теперь может делать всё, что хочет, или вы так не считаете. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.